Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и мире за последнее время. А также я считаю, что нужно признавать свои ошибки. Давно надо было постричься. Сначала небольшое, но от этого не менее важное сообщение о том, кто поддержал выход этого ролика. Посмотрим, получится ли вас догадаться. Догадались! Мне ссылку в описании посмотрели. Это Викинги. Война кланов. И я вместе с ними вышел на новый уровень. Ведь эта стратегия про северных мужиков, которая уже по всему миру собрала более 20 миллионов игроков, куда прикольнее выглядит на экране ПК. При том, что все еще бесплатное. Простите, это весь костюм Викинга, который я нашел. Зато какой кубок офигенный. Можно много разных деталек увидеть в браузерном варианте игры. Допустим, вот этому мужику, очевидно, давно пора к Барберу записаться. Отстричь свои пиксели. Ну и очевидный бонус любой браузерной игры в том, что ее не надо устанавливать. Вы просто запускаете ее прямо с сайта. Достаточно пройти ее в регистрацию в пару кликов по ссылке в описании. Так что я рекомендую. А бонусом получится 200 золотых монет и очень полезный для новичка предмет. Меня в игре можно, как всегда, найти под ником Руслан Усачев. Присоединяйтесь прямо сейчас. Ну или после новостей. Пам-пам. Сначала быстренько пробежимся по новостям, которые я немного пропустил, потому что мы были на съемках «Пора валить в Азербайджан». Пошебуршу эти угли тлеющие. А вы пока можете выполнить свой зрительский долг. Сделать красную кнопку подписаться серой. Подписаться на канал и лайк поставить, короче. Спасибо, если сделали это. Пам-пам. Анонсировали новый iPhone 11. Я до последнего не верил, что они сделают такой мерзкий дизайн блока с камерами сзади. Это, на мой вкус, отвратительно. Возможно, в Apple просто переживали, что конкурирующие смартфоны Pixel от их главного конкурента Google'а выглядят совсем уж безобразно. И они решили как-то вот сократить эту разницу за счет того, что свой дизайн сделали хуже. Это благородно. Ну и Apple окончательно перешли к этой, я бы назвал ее, азиатской системе измерения и наименования телефонов. То есть теперь у них есть iPhone 11. Это как бы бюджетная модель, хотя на самом деле она дорогая. Помимо этого есть iPhone Pro, который больше, но есть еще и Pro Max, который еще больше. При этом, что в них профессионального, никто вам никогда не скажет, потому что нет. В любом случае, как из года в год говорит ведущий техноблогер России, все самое интересное Apple припасли на следующий год. Пам-пам, отгремел день выборов, из-за которых были крупнейшие за последнее время протесты в стране, из-за которых задерживали лидеров оппозиции. И если верить Навальному, то все в принципе достаточно успешно закончилось. В Мосгордуме 20 мест заняли оппозиционные кандидаты, это весьма много для 2019 года. Честно скажу, на Мосгордуму мне как-то пофиг. Во-первых, потому что список их полномочий умещается на лист А4. Во-вторых, потому что в моем городе, в Питере, все равно на выборах победил какой-то усато православный не пойми кто. А сколько мне представляется вся эта история с умным голосованием, она скорее была такой репетицией, проверкой концепции перед настоящими уже выборами в Госдуму в 21 году, вот тогда будет все самое интересное. Пам-пам. Тимати опять обосрался. Я обязательно однажды так назову ролик. Пока что Тимати старается обсираться в те моменты, когда я уехал и не могу оперативно снять видео. Хитро. Но пару слов я все-таки скажу, потому что я придумал шутку про это. Она будет в конце сегмента про клип. В общем, в принципе, в этом клипе все смешно. От самого отвратительного трека с рифами до рекордов полтора миллиона дизлайков. И то, что Тимати, очевидно, позвонили из мэрии и сказали... Здравствуйте, Тимур. Это мэрия вас беспокоит. Можете, пожалуйста, нахер убрать это? Типа, сейчас. Я считаю, что это обидно. Обидно, что общество лишилось единственного значимого достижения Тимати в его жизни. Рекорда по дизлайкам. Заслуженная вещь. Плюс мы все получили видео с извинениями от Гуфа. Я с этого не поимел ни копейки. Если поимел бы, наверное, то я правда сидел бы, прикрыв рот и ждал, пока уляжется вся эта шумиха. И тратил бы свои миллионы заработанные. Я ему даже верю. Я верю, что он не получал за это деньги. Скорее всего, они оба работали на таком условном бартере. То есть потом они какие-то вот выслужились, получат за это бонусы в будущем. И я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем. Гуфа попросили зачитать про Москву и Собянина, и он сразу зачитал. Что ж, когда его так сильно просили, он сразу с героинами слез. Тут шутка, короче, в том, что государственные деньги это как наркотик. Да, шутка так себе. Но и клип дерьмо. Пам-пам. Началось. В США планируют запретить вейпы. Если вы только что с жишкой поперхнулись от испуга, не переживайте. Стойте. Во-первых, не факт, что это до России дойдет. Во-вторых, не полностью их планируют запретить. Там есть свои хитрости. Какой бэкграунд у этой истории? По США прокатилась волна легочных заболеваний у вейперов. Несколько человек даже погибло. Скорее всего, все эти отравления связаны с тем, что люди покупали какие-то кустарные смеси. Там на черном рынке или сами делали. Но в любом случае, там сотни отравлений, погибшие люди. Естественно, это подтолкнуло процесс. И вот есть эти отравления. И чиновники обратили внимание на то, что очень много детей вейпят. В Америке сейчас безумное, ну в плане намного больше, чем в России, распространение электронных сигарет и вейпов среди несовершеннолетних. Один из крупнейших брендов Juul даже его обвиняют в том, что он таргетируется именно на рекламу на несовершеннолетних. Это как бы, видимо, с точки зрения закона ОК, но с точки зрения морали и перспектив для здоровья общества вызывает вопросы. При этом в основном пользуются успехом разные ароматизированные штуки. То есть там фруктовые, ментоловые и прочее. Не как в России этот Айкос, да, где гнилой мокрый хлеб в носок потный засунули и вот так вот с ним по комнате бегают потом. Вот это бы запретить. Собственно, в Америке подумывают запретить продажу именно вот всех этих ароматизированных вейпов электронных сигарет. Честно, такая концепция запрета у меня даже больше вопросов вызывает. Логика в том, что если электронные сигареты будут невкусно пахнуть, то дети их не будут курить. Они их курят не из-за модности и статусности, а потому что просто малинка приятно пахнет. Отличный способ борьбы. То есть, ну, правда, почему? Почему не запретить просто все электронные сигареты тогда? Почему только те, которые приятно пахнут? Или это зависть такая, потому что американский чиновник не может себе позволить курить электронную сигарету с запахом арбузика, потому что это будет как бы несерьезно. И он вынужден курить вот этот вонючий Айкос носочный. И хочет, чтобы дети тоже страдали. Или можно немного конспирологии добавить. Ведь распространение электронных сигарет в школах привело к тому, что дети перестали курить обычные сигареты. И, соответственно, если запретить электронные, то вырастут продажи у обычных сигарет и крупные корпорации на этом заработают. Но это я вам все накидываю, потому что, с моей точки зрения, что электронные сигареты, что настоящие, что вейпы, что Айкосы, что даже, как они называются? Кальяны, все это говно и санина. Кипящее говно с санина это, вот. Зашкварное кипящее говно с саниной. Здесь остановимся. Но в то же время я американских школьников понимаю, потому что, ну как тут не закурить, когда ты не уверен, что у тебя завтра будет. Контрольная по математике или массовая стрельба. Пам-пам. Следующая штука не совсем новость, но хотелось бы с вами обсудить. То безумие, которое ресторатор вместе со своими друзьями творили пару лет назад, уже культовом баре 1703, немного сбавило обороты. Никому не удалось баттл Оксимирона с Гнойным переплюнуть в плане хайпа. Помните, такое слово было? И баттл рэп постепенно вернулся к такому андеграундному уровню, что на самом деле неплохо. Но, видимо, нас ждет новый виток популярности и теперь для онлайн баттлов. Короче, онлайн баттл это штука, которая уже давно существует, намного дольше, чем любой версус. Участники просто записывают минутные треки, закидывают их на сайты площадок организаторов, судьи их отбирают в течение нескольких раундов, потом сводят парами, они баттлятся и получается победитель. Многие из ныне популярных рэперов в свое время участвовали в подобных онлайн баттлах, если брать прям легендарных, то это Оксимирона Джарахов. Что нужно понимать про онлайн баттл? В том, что это куда более демократичный формат, чем тот же версус или другие оффлайновые баттлы, потому что тебе не нужно приходить ни в какой бар, вообще никуда не нужно выходить, ты просто можешь сидеть дома, на унитазе, в микрофон телефона записать свой рэп, скинуть его, и если ты хорош, то ты можешь выиграть. Это офигенный формат для рэперов-интровертов, потому что вообще не нужно встречаться с живыми людьми. Так вот, недавно Оксимирон по не до конца понятной и озвученной причине ушел с лейбла, с которым он очень долго сотрудничал. У меня лично два варианта. Либо его до глубины души задела пародия от сатира, Если поверишь, что в баттлах ты КМС, тебя погубит слава, и это слава КПСС. И он решил таким образом обнулиться. Либо он наконец-то осознал, что у Букин машин отвратительный логотип. Не знаю, собирали олимпийский, но не могли найти 100 тысяч рублей на экспресс-дизайн Лебедева. И внезапно Оксимирон подает заявку, свой трек отправляет на 17-й независимый онлайн-баттл Hip-Hop.ru, таким образом привлекая всеобщее внимание. У всего рэп-сообщество сорвало крышу, потому что в 2019 году приличные рэперы, известные, не участвуют в таких мероприятиях. То есть там призовой фонд, типа, проездной на месяц в метро. В метро Омска. Но сейчас, после того, как свершилось пришествие Оксимирона, вместе с двух-трех тысяч заявок, которые ожидались, там 10 тысяч заявок. Включая Эллана, Грязного Рамироса, Егора Крида, естественно, блогеры подтянулись, Джарахов, Ларин, Сатир и десятки не столь мейнстримовых персонажей, но культовых в рэп-культуре. И вот я. Насколько я далек от того, чтобы знать полную историю, статистику всех рэперов в России, их биф и противостояния и прочее, но как чисто зритель я чувствую, что должно быть офигенно по итогу. Вот сама эта концепция онлайн-баттла, она прям... Знаете, как реальти-шоу. Вот раньше там первые и последние герои были с обычными людьми. Было прикольно, но потом всем надоело. И туда начали на необитаемый остров отправлять знаменитостей. И это опять стало интересно на какое-то время. Здесь та же самая ситуация. Впервые в онлайн-баттле участвуют артисты, которые легко собирают тысячные залы в крупных городах России, и они будут баттлить наравне вообще с ноунеймами. При этом многим из них есть что друг другу сказать. Допустим, Алуан и Егор Крид. Представьте, они окажутся в одной паре. У них же столько общего бэкграунда. Оба любят Варкрафт. В общем, я одобряю это движение. Пам-пам. А закончим мы на расслабленной ноте. Икеа решил запустить свой YouTube-канал с весьма интересной концепцией. Кажется, что мебельный гигант решил ворваться в ASMR-игру. Прямо сейчас у них идет трансляция The Sleep Ship, то есть спящий корабль или корабль сна. Две недели они будут транслировать, как корабль везет в Австралию груз икеевской мебели на фестиваль сна. Вот так я и узнал, что Икеа в Австралии проводит фестиваль сна. В России продает дешевые фрикадельки. В принципе, все. Это обидно, я считаю. Это обидно, потому что, по моей личной статистике, половина всех продаж в мире стеллажей Калакс приходится на российских видеоблогеров. Ну а чтобы сделать стрим еще более сонным, поверх видеодорожки идет аудио, где ведущие зачитывают каталог Икеи. Лил Лонген, хай кабинет, с миро-дором. Динан, воль шелф. Короче, если вы хотите под что-то заснуть, а фильм «Оно 2» вы уже посмотрели, то, в принципе, вот стримчик Икеи есть такой. Кто-то из вас может подумать, что это была партнерская интеграция сейчас от Икеи. Ребята, конечно, нет. Вы что, забыли, что ли? «Викинги. Война кланов». Ссылка в описании. 200 золотых. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось, что вы поставите лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, и что, в принципе, вам было комфортно это видео смотреть. Вы не чувствовали никакой патриархальной агрессии с моей стороны. И хорошо провели время. Это самое главное. Вот. Если плохо провели время, то подумайте над собой. Мой-то ролик идеальный был. Пока.